Детский оздоровительный лагерь Юнга находится на берегу моря. На его территории есть и песчаный пляж, и лесной массив, и спортивные площадки. Наверное, именно поэтому, а также из-за близости к военным частям, его выбрали для проведения регионального этапа военно-патриотических игр Приморского края. Участники собрались из самых разных организаций. Здесь туристические казачьи клубы, патриотические и юно-армейские секции и многие другие. Собрали детей специально на одну площадку. Программа собрана из всех положений этих игр. По положениям всех всероссийских игр допускается дополнение субъектами федерации, дополнительные испытания, в специфике, что мы можем детям еще приложить. А предложить организаторы смогли не так уж и мало. Конечно, гвоздь программы, привезенный из военной части бронетранспортер. Поездка на БТР стала одним из первых этапов большого круга испытаний для юных воинов. Кроме смены дислокации по Пластунске и заездах на бронированных боевых машинах, ребят ожидали испытания на меткость и умение обращаться с оружием. Обязательная разборка и сборка автомата, зарядка магазина патронами. Словом, испытывали зеленых вояк по полной программе. Кроме имитации боевых задач, парни и девушки соревновались в умении быть аккуратными и сговорчивыми. Ведь пройти по минному полю в составе команды, да так, чтобы никто не подорвался на незаметно припрятанных растяжках и минах, та еще задачка. К слову, мины страйкбольные. При взрыве бьют шарпнелью из плотного пластика, а потому причиняют неприятные ощущения. Да и шумят неслабо. По словам ребят, это добавляет адреналина и позволяет реально бояться подорваться. После минного поля команды отправились покорять медицинскую станцию. Оказывать первую помощь, уверены организаторы, так же важно, как уметь стрелять и сражаться в рукопашном бою. Последний тоже был в программе соревнований. Стоит отметить, что программа получилась такой разнообразной, за решение организаторов объединить в одном месте в одно время три игры – «Зарницу», «Победу» и «Казачий сполох». По результатам наших игр мы отправим детей на всероссийские этапы. Игра «Победа» будет в Алабино проходить, в Подмосковье. Всероссийский этап будет совмещен с всеармейскими играми. Игра «Зарница» – это дети, которые младше, они поедут в Санкт-Петербург, там будет проходить финал. И «Казачий сполох» проходит во Всероссийском детском центре смена. Всего в приморских региональных военно-патриотических соревнованиях приняло участие более двух сотен детей возрастом от 11 до 17 лет. В течение трех дней они бегали, стреляли, носили друг друга на руках и, конечно, имитировали боевые действия. Кто из них отправится на всероссийский этап, покажет время. Однако участники каждой из команд полны решимости доказать, что они лучшие. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.